Бронированную и высокопроходимую машины передали приморскому добровольческому отряду «Тигр». Эта техника поможет нашим воинам выполнять тактические задачи в зоне проведения специальной военной операции. Губернатор осмотрел машины перед отправкой и поблагодарил бизнес за поддержку. Вместе с автомобилями предприниматели передали необходимые расходные материалы, минеральную воду, электрические и газовые обогреватели. По словам бойцов, такие машины очень нужны для выполнения тактических задач на СВО. Да, в отряд «Тигр» я второй раз сейчас уезжаю. Полгода пробыл, там дома отдохнул. Сейчас второй раз заезжаю. Вот эта машина. И это все пригодится, все нужно. Очень сильно помогают приморцы. Я в Сибири. Чувствую, что большая помощь. Олег Кожемяка подчеркнул, что к этой помощи также добавится еще одна партия машин. И такая работа будет регулярной, ведь приморцы своих не бросают. На этой неделе мы еще отправим порядка 10 машин, тех конфискованных, которые были у черных лесорубов. Их восстановили, их привели в порядок. Поэтому на этой неделе там тоже будет погрузка осуществлена. И вместе с этой партией, с той большой, идут и эти машины. Поэтому думаю, что они сослужат хорошую службу. И с точки зрения безопасности, и передвижения. То есть нашим ребятам. Ну и такая помощь будет идти постоянно и повсеместно. Жители Приморского края с пониманием относятся к тем задачам, которые сегодня стоят перед страной. То есть нам необходима победа. И нам, конечно, необходимо, чтобы ребята возвращались быстрее домой с победой, живые, здоровые. Поэтому каждый из нас делает свое дело, укрепляя мощь нашего государства, поддерживая тылом те решения, которые сегодня решаются на фронте. То, что наши ребята знают, что приморцы никогда своих не оставят беде, не оставят один на один с проблемами. Напомним, в Приморье ведется большая работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Жители края помогают нашим солдатам. Дети в школах пишут письма, мастерят окопные свечи. Общественные организации и бизнес формируют адресные сборы гуманитарной помощи и направляют необходимое на фронт. Евгения Брыкина, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова